бежал ну всю технику нашла стоянку а машина чья верба а веру отправляет вас по заказу администрации еще вы каждый день сюда возить опять из вербы заставляют всякое говно возить снова тот самый наш знакомый рыжий камаз и опять выгружает черти что посреди чистой природы на этот раз водитель по-честному опять нам все рассказал заказчик администрация подрядчик компания верба везут с разных концов города вываливают на дикую природу в чем нарушение водитель не видит пришлось заново объяснять ему вместе с сотрудниками полиции и оба да и так это по запасам если не отходы это вообще топали и каналы на глубом глазу водители нам рассказывать что привезли всего лишь на всего грунты хотя и это является правонарушением но зачем они здесь а для того чтобы скрыть еще более страшное преступление этими грунтами засыпают вот эти навалы мусора только посмотрите чего здесь только нету и какие-то старые сносы домов и древесной опилки бытовой мусор и много 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 чего еще огромнейшая свалка уже в течение трех лет здесь собирается вонище стоит невыносимое люди проезжают на даче чуть ли не падают в оморок от этой вони которая здесь стоит это не ваша а что вы здесь то делаете а почему это все землю засыпается удобнее кучковать так вот сюда не пойдут большие вот она как а для того чтобы было проще скрыть следы своего преступления и побыстрее укатать весь мусор под грунты подключилась еще один одна компания подрядчик местной администрации же каю которые вот видите дробят и перемалывают всю древесину которая поступает на эту несанкционированную свалку что самое интересное сегодня даже приехали сотрудники этой компании как только узнали что здесь начались следственные действия и приехали они именно за этой дробилочкой но конечно же мы не дали этого сделать поэтому дробилка скорее все будет точно также арестована и отправлен на штрафстоянку вместе со всей остальной техникой администрация видимо в курсе и судя по всему здесь собраны все строительные отходы с нашего города за последние три года у нас ремонтировали несколько детских садов школу и не одну и видимо продолжают здесь все это собирать по словам учредителя компании вербы господина басова они здесь занимаются вывозом отходов но по факту мы видим как этот вывоз происходит они просто разравнивают кучу мусора засыпают все это землей не исключено что но это выделены бюджетные деньги и когда господин басов все это разровняет и присыпят землей он отчитается что свалка вывезена но к сожалению на его голову попались мы инспектора эко-рэда который не дают случиться этому правонарушению который очень сильно попахивает коррупции и что самое смешное что как только мы появились здесь на объекте автомобиль басова его дружков развернулся и умчался куда-то вдаль так что ребята готовимся наблюдать интереснейший сериал под названием басов и компания и все весь этот коррупционный клубок мы будем вместе с оперативными службами распутывать и наказывать всех причастных к этому беспределу и безобразию который творится в электрогорске